Так, друзья, привет! С вами просто Охотник. Сегодня поговорим о дополнении к зимнему костюму и оборудованию Охотника. То, что нам нужно зимой на вышке, зимой на загоне. На ходовой охоте менее нужно. Друзья, я делал небольшой обзор по моему зимнему костюму. Nordkost Uymacon. Можете посмотреть здесь, вот если не видели, подсказочка появится. Ссылочку тоже, может быть, внизу оставлю. Прекрасный костюм, очень тёплый. В любую температуру меня не подводил. Плюс 5 в нём ходил и минус 25. Хорошо работает, мембрана ветер не пропускает, отводит пар и так далее. Был один минус определённо в нём. То есть, когда стоишь на номере, либо сидишь долго на вышке, замерзают конечности. Если на ногах валенки, специальная обувь, то на руках, как правило, шерстяные перчатки, для того, чтобы можно было сделать выстрел. И, ну, руки мёрзнут, там, либо в карманах приходится держать, и тоже неудобно всё время. Эта проблема для меня была реальна. Был на выставке, решил присмотреть к этому же костюму какой-нибудь аксессуар, да, который поможет решить эту проблему. Соответственно, компания выпускает варежки и компания выпускает муфты. Сначала попробовал варежки, ну, варежки, там, большого размера, на такой резиночке, вот здесь, как в детском садике делали, чтобы не потерять. То есть идея была какая? Я стою в шерстяных перчатках, либо с голыми руками в варежках, на номере, да, либо на вышке, да. Руки тёплые, там, карабин висит на шее, либо лежит на вышке, если позволяет, ну, в зависимости от того, что за вышка, или лобаз там на коленях, либо на полочке лежит. Соответственно, появляется зверь, либо шум какой-то подозрительный. Быстро сбрасываешь рукавицы и, как бы, руками голыми, либо руками в тонких шерстяных перчатках, карабином выцеливаешь, производишь выстрел, добываешь зверя. Такая концепция, в общем-то, при тестировании показала себя нерабочие, там, ну, тестировал я, опять же-таки, на выставке, да, потому что там самые даже большие, большого размера перчатки, ну, они вот так не сбрасывались. Надо всё равно помогать было, это лишнее время, это вот работа локтями, можно подшуметь, особенно на вышке, на лобазе в ограниченных условиях, там, задеть карабин не работает. Поэтому взял муфту, взял муфту, а концепция такая, то есть муфта, она вроде ещё крепится как-то хорошо, а те же самые руки без перчаток, либо с тонкими перчатками, держишь в муфте, греешься, вот, при необходимости достаёшь, берёшь карабин, прицелишься, производишь выстрел. Надеюсь, это мне поможет, вот, муфту приобрёл, вот, тоже там, Аймакон, Экстрим, сейчас мы её, наверное, откроем, там, и померяем. Да, ну, концепция та же самая, там, светолифа, мех алкана, самая совершенно теплоизоляция созданной природой, синтетически, естественно. Термолок, слой утеплитель, мембрана ICM, то есть, ну, работает из того же материала, что и костюм, такие, да, будет, надеюсь, будет качественно отрабатывать свои задачи. Так, давайте попробуем открыть и примерить. Так, друзья, раскроем муфту, вот она, нераскрытая, новенькая, только что из магазина, точнее, с выставки. Ну, соответственно, здесь написано много всяких рекламных слоганов о том, как это круто, синтетический мех калана, самая совершенная теплоизоляция, бла-бла-бла, утеплитель, мембраны и так далее, ветер, там, мембрана мгновенно реагирует на воздушный поток от полуметра в секунду, отражая его и так далее, на 80%. Много всяких красивых умных слов. Это не рекламное видео, поэтому я не буду это все зачитывать. Если кому интересно, может найти сайт производителя, либо продавца и все там прочитать. Скажу от себя, что действительно качественно работает костюм, вот, и на коробке костюм написаны все те же самые умные и красивые слова, поэтому я предполагаю, что и муфта будет так же работать. Ну что, открываем. Так, что-то не открывается. Ну, давайте вскроем ножичком. Такой анбоксинг прям получается. Так. Значит, тут всякие макулатуры рекламные полно. Сделанного России. Так. Значит, вот, получается такая муфта. Здесь мы опять же таки видим белую часть олифовую, как и в костюме. Похоже, что рукам будет здесь хорошо, комфортно. Так, вот здесь есть кармашек. В этом кармашке можно хранить патроны. Это, кстати говоря, очень удобно. Вот здесь есть такие направляющие для крепления на туловище. И он крепится, соответственно, сзади. При помощи такой застежки. И крепится он через шею. На шее. То есть, он висит на шее, да, при помощи вот таких вот карабинчиков. Мне кажется, достаточно простое и достаточно надежное решение. Вот, которое насколько я понимаю, себя должно оправдать. Друзья, сейчас я его попробую примерить. Вот, на там текущей одежде. Покажусь вам. Все. Так, друзья, сейчас попробуем применить муфту. Рекламную продукцию я еще не оторвал. Вот. Раз. Застежку. Два. Три. Застежка. Подтягивается. Можно подтянуть. Можно подтянуть. Ставим на номере. Руки в тепле. Карабин висит также на шее. Услышали звук. Достали. Прицелили. Сделали выстрел. Сидим на вышке. Карабин лежит рядом на перекладине. Услышали звук. Достали. Сделали выстрел. Очень удобно. Надеюсь, мне это поможет. Планирую испытать на ближайшей охоте на вышке. В следующие выходные. Если буду записывать видео, соответственно, вам покажу. Друзья, пока-пока. Подписывайся на наш канал. Смотри наши видосики. Ставь лайк. Оставайся с нами. Пока.